Итак, мы посмотрим на его пример. О нем сказано вот в пророчестве у Исаии, 53 глава, 7 стих. Очень интересные слова. Когда как раз вот об этом дне, ну не само воскресенье, а когда его распинали. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уз своих, как овца виден был он на заклане и как агнец предстригущими его безгласен. Так он не отверст уз своих. Первое, это добровольно. Кого-нибудь из вас могу я схватить и потащить? Никого. А Иисус тащит кого-нибудь? Никого. Он только ждет добровольцев. Поэтому он предлагает. Если хочешь быть спасенным, если хочешь быть совершенным, хочешь? Тогда следуй за мной. Это первое. Второе, что мы видим, что говорится, что он был предстригущими безгласен. Я не знаю, задумывались ли вы над этим словом, над этим выражением. Я задумывался. Думаю, как же он был безгласен, он на улице все ли выговорил? Он все время проповедовал в синагогах, все время в храме. И могу сказать, у него уста не закрывались. Правда же? И вдруг он был безгласен. И вы знаете, Бог показал очень интересную вещь. Слово перед стригущими. Вы знаете, какое для нас огромное искушение оправдываться. Я думаю, для всех нас. Не найдется человек, который скажет, для меня это безразлично. Каждому хочется оправдаться перед другими, кто обвиняет. Оправдаться перед теми, кто осуждает. Оправдаться перед теми, кто обличает сразу, нет, я не виноват, и это вот это, это потому-то. Мало кто станет принимать обвинения молча, кротко, смиренно. В натуре человека есть такое качество. Себя оправдывать, себя защитить. То есть заступиться за самого себя. Но вот Иисус сравнивается с агонцем. Которого ведут на заклане, он молча идет. Добровольно. И которого судят, осуждают, клевещут, наговаривают. Он безгласен. Принимает это, и все обвинения молча. Вы знаете, сегодня я рассуждала и думала, да. Возди — это наши грехи. Наш грех его прибил. Убил. Но истязуем был он. Но он был опрессed. Это наши клеветы. Это наговоры. Это ненависти. Это все то, что было разорвано его тело. Вот это рвется и душа человека. Итак, давайте мы с вами посмотрим, кто же такие эти стригущие. Перед кем он был безгласен, и что за пример для нас. Вы знаете, кто такие были стригущие? Его братья. Его братья-фарисеи. Они были стригущими. И что это такое? Те, которые постоянно ходили рядом с ним. И для какой цели? Не для того, чтобы научиться. Не для того, чтобы что-то услышать, ценное, драгоценное. От уст Бога. Но понаблюдать за ним, чтобы в чем-то его уловить. Где-то найти его ошибку. Уличить в чем-то. Стричь — это открывать наготу. Представьте себе овечку, оброшу шерстью. Видели когда-нибудь? И после стрижки, ой, какая худенькая. Голенькая. Вот это называется стричь. Оголять. Наготу. Это с этой целью ходили фарисеи. Постоянно хотели его искушать. А как сейчас ответит? А ну-ка, как сейчас поступит? Это очень часто происходит и с нами. Но он перед ними был очень мудр. Он нигде не оправдывался. Хотя постоянно они его искушали. Но он истолковывал свои поступки для тех, которые стояли рядом. Он знал, что эти никогда не услышат, никогда не поймут. У них цель другая. Но те, которые рядом, народ. Он говорил к ним. Он говорил к ним, к этому народу. И вот несколько примеров вам прочитаю, как его старались искушать. Кто такие, эти стригущие? Матфея 19, 3. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Все в законе. Мы с вами изучаем закон, правда? Мы с вами Ветхий Завет весь в хвост и в гриву изучали. Мы видели, что там написаны абсолютно все причины. По каким можно, по каким нельзя. Но они искушали его, чтобы уловить. А, вот ты так сказал. А там написано. В другом месте. Это Лука 20, 23. И наблюдая за ним, подослали лукавых людей. Это всегда лукавые люди. Которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы придать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты праведно говоришь и учишь, и не смотришь на лицо. Смотрите, какое лукавство, да? И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты говоришь и учишь правильно, и ты не показываешь personal favoritism. Но истинно пути Божьему учишь. И дальше, и позволительно ли нам давать, подать кесарю, или нет? Он же, уразумев лукавство, их сказал им, что вы меня искушаете? Стригущие. Они всегда ищут в человеке неправедный ответ, неправедный поступок. Что-то неправильное. У них одна цель. Одна цель — осудить. И в этом, при этом, выглядеть справедливыми, они же ищут по закону как. Они же праведные. Вот почему Иисус был безгласен перед ними. Что бы им ни сказать. Бесполезно. Они ищут другого. Что разве у Иисуса не было силы, не было власти? Разве Он в одно мгновение не мог осудить им, явить суд Божий на такое лицемерие? Сказать такое в своем оправдании, что они бы затрепетали? Конечно, мог. Но Он не оправдывался. Почему? Бесполезно. Перед такими бесполезно оправдываться. Это они себя проявляли. Но мне очень нравится, как Он отвечал для народа. Он игнорировал все это, но отвечал для народа. Как это все выглядит в свете закона, в свете истины. Что бы народ знал? Потому что народ участвует и не поймет, в чем дело. Стригущие всегда уходили с позором. От Его ответов для народа стригущие всегда уходили недовольные с позором. Как Лука описывает, не могли уловить Его. Но стоит начать оправдываться, тебя всегда поймают за Слово. Когда ты начинаешь себя оправдывать, ты пойман. Потому что тебя ловит лукавство. А когда ты просто следуешь Слову Бога, просто следуешь Его истине, тебя невозможно уловить. Слово Божье имеет такую особенность. Матфей 26,59 говорится, первосвященники и старейшины и весь Синедрён искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. Искали лжесвидетельства. И не могли найти. Он не давал им повода. Не давайте повода ищущему повода. Не пытайтесь себя оправдывать. Перед стригущими это бесполезно, запомните. Молитесь за них, просто молитесь. Просто молитесь за них. И так, потому что, если ты обличаешь лукавством, это только ожесточает. Когда ты оправдываешься, ты только их ожесточаешь. Ты никогда не получишь того, что ты хотел бы, чтобы открыть им, чтобы они узнали истину. Это им не надо. Если ты будешь обличать и оправдываться, настолько ожесточишь, что они пойдут местью. Поэтому Иисус был безгласен для них. Для них. Он говорил истину. Бог его послал проповедовать истину. И он шел путем, как вел его Отец. Всегда смотрите на Господа. Всегда смотрите вперед. Не оглядывайтесь на тех, которые будут пытаться вас стрелять. Они все равно сделают свое. Они на то посланы. Но это только польза для нас. Только польза. Все, что происходит с нами, как нам кажется, негативное, все только польза для нас. Вы знаете, что бывает такое ожесточение, какое привело Иисуса Христа на крест. У этих стригущих было такое ожесточение, что привело на крест убить, убить его, распять, потому что не можем ничего сделать. То же самое было со Стефаном. Мы можем сказать, ну, Иисус должен был пострадать. Но то же самое было со Стефаном. Они отыскивали негодных людей, которые могли бы клеветать и свидетельствовать плохо. Вы помните это место, когда Стефан был исполнен верой, силой. Совершал великие чудеса, великие знамения в народе. Все бы восхищались тем, что творит Господь через него. Но некоторые из разных синагог ожесточились против него. И что они сделали? Поискали тех негодных людей, которые могли бы клеветать. И они возбудили народ. Посмотрите, возбудили народ. Старейшин, книжников, всех собрали. Хватили Стефана. Повели в Синедрион. И представили лжесвидетелей, которые клеветали. Этот человек стоял перед ними и видел Иисуса Христа. Что он говорил? Он сказал из Писания и говорит, вот я вижу Сына Человеческого. Вот оно. Написано, лицо его было как лицо ангела. И они видели как лицо ангела, но рвались сердцами, писали. Почему? Потому что уже хотели клеветать. Потому что уже были ожесточены, понимаете? Как мы должны в такой ситуации продолжать оставаться, чтобы лица наши были как лица ангелов? я хочу показать вам эти примеры, чтобы мы никогда не ожесточились. Потому что у нас бывают такие ситуации в жизни. Не одна, не одна. Мы живем в этом мире. Нам даны эти примеры. Если внутри нас Господь, Он не может быть иначе выглядеть, Он всегда должен светиться из нас в любой ситуации. когда обвиняют, когда клевещут, когда наговаривают, когда любят. Всегда пусть лицо ваше будет как лицо ангела. Пусть всегда на ваших лицах будет любовь и прощение. Не поддавайтесь. Как Иисус вел, Он показал нам пример. Показал. То же самое сделали с Иисусом. Привели негодных людей. Везде написано привели негодных людей. Клевещут всегда негодные, запомните. И они всегда есть. Привели. И они клеветали. И сказали, что теперь делать? Раз пять? Что? Направдывался. Он понимал, что все равно они скажут и сделают свое, что задумали. Поэтому перед стригущими Он был безгласен. спросили его, ты Сын Божий? Он говорит, я. Ах, ты сказал, что ты Сын Божий? Распять его. И правду скажешь. И ничего не скажешь. Реакция та же. Поэтому перед стригущими лучше быть молчаливым. Как Пилат ему сказал, почему ты молчишь? Разве не моей власти тебя отпустить или тебя казнить? Он говорит, нет, не в твоей власти. Если бы отец тебе эту власть не дал, не было бы у тебя такой власти. Нам все от Бога. Верующему все содействует ко благу и все нам от Бога. Хочу, чтобы вы это поняли. Хочу, чтобы вы были подобны Сыну Человеческому. Лже свидетельствуются, это признак озлобления. Лукавого человека, который был обличен. Эти фарисеи все время ходили рядом и святость Иисуса, и слова Иисуса их обличали. Вы несчастные люди, если вы никого не обличаете. Если ваше присутствие никого не обличает, вы несчастные люди. Я не могу назвать вас верующим. Светом не могу назвать. Иисус сказал об этом. Горе вам, если вас все любят в этом мире. Потому что они любят свое. Но если вас ненавидят не за то, что вы зло делаете, а за то, что вы хотите быть честными, правильными, тогда вы воистину свет. Потому что свет всегда светит на тьму и тараканы разбегаются. Горе вам, если вы никого не обличаетесь сами собой, своим поведением. Своей святостью, своей праведностью. Вот все, которые ходили вокруг Иисуса, делились на группы. Одни шли за светом, другие ожесточались из-за света. Самое интересное, что обличало и то, и тех, и тех. Слово Бога обличало и тех, и тех. Потому что все обысок решили, правда? И всех нас Слово Божье обличает. Но одни увидели обличение и поправились. приняли это как благодать, а другие услышали обличение и ожесточились. И пошли сражаться с обличающими. Если обличить искреннего человека, он покается, потому что искренность и чистота у него даже в намерениях. Ну, так случилось, что-то получилось, но он в намерениях чистил. Искреннему человеку важно быть праведным. А лукавому важно, чтобы о нем думали, что он праведный. Говорили, что он праведный. Я вам хочу сказать, что Иисус Христос — это свет освящающий. Не скрывайте себя от Него, идите к свету. Чтобы быть обличаемыми, идите к свету. И становитесь от Него светом. Потому что те, которые стоят перед светом, наполняются этим светом. И уже несут его другим. Так же, как и Моисей постоял в присутствии Бога и светился. Так же, как фосфор. Подержишь возле света, потом в темноту постоишь, и он горит. И мы с вами, мои хорошие, должны быть вот так, стоять пред Господом, наполняться Его светом и нести в дом свой, в мир. Итак, мы видим, что для искренних это благодать, для восстановления, обличения для восстановления, а для лукавых для падения. об этом сказал еще Симон, который благословлял Иисуса Христа младенцем. Посмотрите, как написано в Луке 2, 34-35. Когда Симон благословил Марию, матерь его, он сказал, сей лежит на падении и на восстание в Израиле. Почему на падение? Это же Иисус Христос! Да, на падение для некоторых и на восстание многим и предмет притыканий. Многие приткнулись о Него, о Его праведность, потому что не узнали, даже закона не узнали. Исполнение закона не узнали. И тебе само оружие пройдет душу. Да откроется помышление многих сердец. Вот что происходит при свете. Открывается помышление многих сердец. Так же Иуда. Он был среди двенадцати. Среди двенадцат. Ходил рядом с Иисусом Христом. И все время был обличаем. Постоянно, потому что Иисус есть свет. Как Он все время обличал Питера, мы читаем, как Он говорит, Петр, это не так. Вы подумали сейчас неправильность все время. А сделано ли это Иуду лучше? Сделало Иуду святым рядом с Иисусом жить. Рядом с Иисусом ходить. Кушать с Ним, спать рядом. Это удивительно. Знаете, некоторые говорят, вот, не покаялся человек, потому что плохой пастор, плохой учитель. был бы хороший пастор или учитель, этот человек бы покаялся. Немного такого не произошло. Я вам скажу, что это не зависит от этого. Вот как хорошо сказали, я просто записала слова не мои. Мне они очень понравились. Иуда имел самого лучшего пастора. Самого лучшего лидера. Самого лучшего учителя. Самого мудрого и лучшего друга. Но он потерпел крах. Проблема не в лидерстве. пасторе или церкви, которую ты посещаешь. Если твой характер и твое отношение не изменится, ты всегда останешься таким, как и прежде. Понимаете? Зависит это не от того, кто тебя учит, а от того, как ты учишься. Помните, как однажды мне Бог сказал, я с тебя спрошу о том, как ты учишь и чему ты учишь? А с них я спрошу, как они учатся и чему научились? Так почему же Иуда все-таки ходил с ним рядом? Вы не задумывались над этим? Мы с вами все время читаем, что он был недоволен. Он все время ворчал, бурчал, ему не нравилось. Почему он ходил? Да уходи! Нет, он все время был рядом. А вы знаете, все ожидали, что он будет царем. Никто не понимал, что царство его не от мира сего, хоть он и говорил. Но все ожидали, что он войдет в Иерусалим и воссядет царствовать. Представляете, какая привилегия была у двенадцати учеников? Когда Иисус говорил им, что и вы воссядете на престолах рядом со мной, на престолах, А что он говорил в покебыте, это уже было не услышано. И поэтому Иуда все время ходил рядом, он боялся потерять вот это материальное. Он не искал духовного, материальное. И когда он увидел, что материальное ничего не получается, тогда он подумал, хоть на этом заработаю, продам его. 30 серебряников заработаю. Вот так бывает, мои дорогие, что продают за 30 серебряных Иисуса Христа. Мои хорошие, но Иисус нам такой чудный пример, как Он себя вел даже в этой ситуации, в любой ситуации. В любой ситуации мы должны оставаться светом. Ничего не должно нас выводить из состояния праведности, из состояния любви. Понимаете, ничего не должно, никто нас не должен смущать. Я понимаю, что нас иногда может возмутить поведение кого-либо. Даже возмущаясь, не теряйте мира. Не теряйте любви. Пусть Христос всегда будет перед вашими глазами. как Он встречался с любыми трудностями. Научитесь от Него встречаться также с трудностями. Как Он проходил, как Он шел. Потому что Он сказал, следуйте за Мною. Кто хочет быть там, где Я, следуйте за Мною. И если мы будем следовать за Ним, мы будем преображаться из образа в образ, из святости в святость, пока не придем в Его образ, в Его облик. То есть облачимся, обличимся в Него. Чтобы увидели в каждом из вас Иисуса Христа. Я очень верю в пробуждение. Даже не сомневаюсь в том, что оно будет. Что бы ни говорилось и ни творилось в этом мире, Бог силен в мгновение, как Он поменял этот мир в одно мгновение. Он силен обернуть все. Так, как даже этот мир не ожидает. Но Церковь должна быть готова. Церковь должна быть готова к тому, чтобы встретить народ, который придет. Чтобы никто не столкнулся, не смутился. С чем столкнулся, знаете? С характером. Вот этого не должно у нас должен быть характер Иисуса Христа. А если вы не умрете, вы останетесь с вашими характерами. И если придут из этого мира, они придут колючие, необтесанные, и столкнутся в церкви с необтесанными колючими, останутся ли они здесь? Мои хорошие, насколько мы должны приготовиться, насколько мы должны измениться. Итак, я предлагаю нам подумать над своим характером, поменяться, быть кроткими и смиренными, сердцем, сердцем, идти так, как он идет, как о нем говорилось, во-первых, добровольно, во-вторых, перед стригущими быть безгласными. Когда к вам подходят с ножницами, очень прошу вас, вспомните об Иисусе Христе, вспомните, что вас сейчас будут стричь, но у вас есть такой Господь пример, и вы хотите быть Ему подобным. Не оправдывайтесь, не обижайте взамен. Просто поднимите ручки ваших небесам, глазки ваших сердечки ваши откройте для Духа Божьего и помолитесь лучше внутри. Сохранитесь в любви и в мире. Я вас благословляю, мои дорогие. Благословляю.